Вот есть такая личная история в интернете, простая такая, но очень трогательная, по-моему. Мой дедушка умер 5 июня. Он лежал в больнице и перед тем, как навсегда уйти, медленно снял кислородную маску, подвел свою руку к рту. Мы подумали, что он сделал это из-за боли, но оказалось, что он послал три воздушных поцелуя моей бабушке. Так и ушел. Вот как-то происходит так. Когда у нас есть впереди еще жизнь долгая, мы как бы заботимся, чтобы эти, допустим, три воздушных поцелуя перешли в какую-то котлету от бабушки или что-то еще хорошее от бабушки. А когда у нас впереди уже не остается ничего, мы можем совершить какой-то такой поступок, чтобы другому было хорошо. Но это в тот момент, когда уже, это, кстати, очень многие говорили, перед смертью признаются в любви, уходят с таким чувством благодарности кому-то. То есть ты кому-то даешь тепло. Да. А в жизни мы так, ну не получается у нас так. Почему? Эгоизм. Пока еще эгоизм живет, здравствует и расцветает, желает себя наполнить, у тебя нет возможности думать о другом. Бескорыстно я ничего сделать не смогу. А здесь эгоизм говорит, что уже сам понимает, что заканчивается... То есть эгоизма уже нету, ты уже не чувствуешь себя в своем теле, ты постепенно, постепенно уходишь из него, и тебе становится легко, свободно. Вот очень интересно вы сейчас сказали. То есть вот это вот мгновение, это и есть мгновение свободы. Да. А всю эту свою жизнь я был просто рабом эгоизма. Да. Поэтому и называется человек, который умер, нефтар. Нефтар, это да. Освободился от эгоизма. А, нефтар, это да, освобождение от эгоизма. Понятно. То есть мы сейчас нашли уже точку этой свободы, это уже хорошо. А можно вот так вот жить, чтобы все время как будто бы ты уходишь? Так и надо жить. Так и надо жить? Так и надо жить, да. Вот так вот, на вот этой границе? Да. И тогда ты сможешь дарить, отдавать, любить? Это и называется быть постоянно прилепленным к творцу. Очень красиво. Это очень красиво. То есть я должен жить, как будто вот через мгновение меня не станет? Даже не то, что не станет через мгновение, как будто ты уже сейчас вообще оторвался от этого тела, от его заботы обо всем, и желаешь только быть в связи с Творцом. То есть тогда я не забочусь ни о своем будущем, не забочусь, что это мне вернется как-то? Этого ничего нет. И так. Слушайте, какое это освобождение сразу? Конечно, поэтому и называется нефтар. Это вообще. Нефтар это как бы отделился. Да. Или говорят, лимитим ховчи. Да, мертвый свободен, как бы. Да, свободен. И так можно научиться жить в течение всей жизни. Спокойно. Спокойно. Тогда мы научимся дарить, любить, отдавать. Конечно. И не будем в этой постоянной заботе жить, вот этой вот черной, постоянной. Да. Действительно, просто ты улыбаешься и думаешь, там, я после этой улыбки что-то получу, ты там еще что-то. Ну, хорошо. Хорошо бы так научиться. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok